И люди жалуются на то, что было потрачено 150 миллионов бюджетных денег на строительство, проектирование водозаборной станции, на строительство очистных сооружений, но на сегодняшний день качество воды жители не устраивают. Они говорят о том, что в чайнике остается накипь, о том, что приборы водовые, значит, там тоже образуется накипь, и вода имеет характерный запах именно после того, как по программе «Чистая вода» эти очистные сооружения построены. С нами еще есть Владимир Александрович Назаров, или Ювельянов, простите, с района перебутала, вот, эксперт по ЖИКОХМА. Сегодня мы стараемся как-то вообще понять, что происходит. Мы вот ехали, обсуждали, какие были цели при строительстве очистных сооружений, то есть какие нарушения или какие анализы воды были на тот момент, когда поняли, что нужна реконструкция, что нужны очистные сооружения, и добились ли, ну, то есть достигнута ли цель, которая была поставлена. То есть, люди, получается, что деньги потрачены, ну, на сегодняшний день, мы видим, ну, зря. Качество, ну, то есть, ну, неэффективно, да, что качество воды пока не соответствует норме. Хорошо. Да, по поводу, можете я еще тогда напомнить комментарий к Марину? То есть, ну, изучив, понимаем, что в одночасье это сделать нельзя, и мы понимаем, что без специальных привлечений специалистов, то есть как-то Роспотребнадзора, специалистов технических, мы сегодня с вами, наверное, пока не готовы обсуждать, что получилось в конце. Но цель сегодняшнего нашего приезда, чтобы заострить именно внимание на тех, скажем, по вашему мнению, то, что в обращении было недочетов, попытаться понять, какие можно предпринять здесь шаги совместные, то есть с учетом общественности, администрации района.